Катубио скитальцы, добро пожаловать на канал Потерянной Голозаписи, где мы разбираем лор пустошей мира Фоллаут. Сегодня мы посмотрим на лор первой итерации Фоллаут 3, которая должна была выйти еще в далеком 2003 году и более известной под своим техническим именем Ван Бюрен. После успешного Фоллаут 1, выпущенного в 97-ом и выпущенного следом Фоллаут 2 в 98-ом, Интерплей, оригинальный разработчик серии, столкнулся с рядом провальных проектов. Сначала на раннем этапе разработки был отменен Фоллаут Экстрим в 2000-ом, рассказывающий о путешествии какого-то отряда братства через Канаду, Аляску, Перингов, Пролив и Чукотку в Китай. Затем был выпущен тактический-изометрический шутер Fallout Tactics в 2001-ом, очень сильно урезающий ролевку, упрощающий-ка систему местных поселений и захватывающий слишком огромный кусок территории под игровую область, превращая ее в лорную пустыню. В 2003 году был отменен Fallout 3, а.к. Аван Бюрен, несмотря на достаточно подробно разработанный концепт. Вместо этого в 2004 году свет увидел искореженный мутант, облученный февом, Fallout Brotherhood of Steel, который на тот момент оказался похоронной игрой для всей серии. Отмененный следом Fallout Brotherhood of Steel 2 был всего лишь агонии умирающего. С провалами серии наступило и банкротство Интерплей. Я не знаю каким чудом Бетезда увидела потенциал в труппе серии, но она выкупила права за бесценок и реанимировала ее, подарив миру в том числе и легендарный Fallout New Vegas, основой лора которого частично и является как раз таки лор Ван Бюрен. Однако есть часть лора Ван Бюрен, которая так и не была использована, но будучи включенной в нарратив, существенно дополняет картину мира, пути очень широкими мазками. Вот о нем сегодня мы и будем в основном говорить. Не забывайте пожалуйста ставить пальцы вверх, подписываться на канал, оставлять комментарии. Это все очень, очень важно для растущего канала. Игровая область Ван Бюрен должна была занимать огромную территорию, простирающуюся по четырем штатам. Юта, Колорадо, Нью-Мексико и Аризона. В Ван Бюрен вся эта область одна большая пустошь. Но с тех пор прошло много времени и были выпущены прочие игры и моды, так что появилась необходимость пустошь разделить на отдельные куски. Таким образом, благодаря Fallout Fallout 5 выделяется пустошь Нью-Мексико, благодаря Fallout Sonora — пустошь Sonora. Мод для Fallout New Vegas Salt Lake Stories позволяет выделить территорию вокруг большого соляного озера в отдельную пустошь, а другой огромный сюжетный мод — Tales from New Reno — выделяет в перекрестье штатов пустошь Canyonlands по имени одноименного национального парка. При этом в рамках сегодняшнего эпизода мы не будем рассматривать лор в пустошах, введенных упомянутыми модами, чтобы не запутаться и не повторяться в дальнейшем. Поэтому весь лор Ван Бюрен, относящийся к Salt Lake, то бишь Новый Иерусалим, Нью-Кэнон, Убежище 70 и так далее, мы перенесем в эпизод, посвященный моду. Географию Sonora и Нью-Мексико мы также успели обсудить в более ранних эпизодах. При нарезке пустошей мы будем руководствоваться существующими преградами, например, горными грядами. Пустошь Колорадо ограничит с пустошью Мидвестерн по горам Рокки, а с пустошью Нью-Мексико по горам Сан-Хуан. При этом Денвер и его окрестности, по идее, попадут в пустошь Мидвестерн. За счет плато Колорадо одноименная пустошь просирается вглубь штата Юта, вплоть до гор Васач и Уинта. Пустошь Юта включает в себя пустыни Севьер, Эскаланте и Сионский каньон, и затекает на территорию штата Невада, вплоть до гор Снейк и долины Муапа. С южной стороны пустошь отделяется от пустоши Сонора гранд-каньоном. Основные события Ван Бюра должны были происходить в 2253 году, 11 лет спустя после событий Fallout 2. Первоначальная суть конфликта была такова. Протагонист, будучи преступником или невинно осужденным гражданином НКР, просыпается в тюрьме Тибетс, контроль порядка, в которой осуществляют роботы-надзиратели. Внезапно эта тюрьма подвергается атаке некой группы злодеев, вследствие чего в стенах образуются дыры, через которые бегут заключенные. Их начинают преследовать роботы, которые запрограммированы вернуть их обратно в каземат. По ходу игры заключенный должен был узнать, что нападение на тюрьму организовал безумный ученый из НКР Виктор Преспер, который хотел с помощью орбитальной военной станции уничтожить крупные города по ведомой только ему причине. Чтобы получить доступ к станции, ее нужно было активировать, а для этого ему потребовалось выпустить вирус новой чумы, он же голубой грипп. Во время войны с Китаем США бушевала эпидемия этого гриппа, который на самом деле синтезировали военные лаборатории на дамбе Гувера, и образец которого китайские шпионы с боем все же смогли достать и выпустить в публичном месте в городе Болдер, что над Денвером. Эпидемия за год выкосил 200 тысяч человек, что, кстати, соразмерно с статистики по ковиду в США. Лекарства от гриппа пытались изобрести компанию Vestec, но вместо этого они изобрели VRE, в котором американское партийство было чуть более заинтересовано, ибо оно давало потенциальные преимущества в войне с Китаем. Да и контроль населения угрозы неизлечимого вируса очень полезный инструмент, не правда ли? Даже спустя 200 лет после ядерной войны система космической станции должна была регистрировать распространение эпидемии и в случае чего активировать бомбы, которые можно было бы скидывать на города. Преспер хотел вклиниться в процесс и перевести его в ручной режим для уничтожения желаемых им поселений. Для этого, чтобы спровоцировать распространение вируса, Преспер заразил тюрьму, а потом со своими людьми напал на нее, позволив заключенным распространять вирус по пустошам. Весьма слабый сюжет, если честно. Но это была не первая версия сюжета. По изначальной идее Криса Авелона, довоенный ученый Преспер, имеющий коды доступа ко всем компьютерам ЗАГС, проснулся от креогенного сна и, будучи зараженным вирусом новой чумы, но не испытывающей симптомы, посещал поселение, оставляя за собой эпидемический шлейф. Возможно, протагонисту нужно было остановить его путешествие и как-то синтезировать лекарства. По крайней мере, в этой версии сюжета главный злодень является карикатурой уровня Доктора Зло. После издания Fallout New Vegas огромный пласт оригинального Лора Ван Бюрен оказался недружественным к канону. Для общего знакомления мы по нему пробежимся, но в общей истории, разумеется, использовать не будем. Предполагалось, что к 2253 году НКР уже преодолели дамбу Гувера и продвинулись аж до Денвера. Ввиду экономического краха и неспособности платить зарплаты, НКР практически не мог содержать свой Дальний Восток, и многие рабочие бригады стали ренегатами и разбойниками. Подрывники из Fallout New Vegas, в частности, были изначально придуманы в рамках этого контекста. В Денвере НКР должны были иметь лагерь заключенных, осужденных на общественные работы и добывающих всякий хлам на руинах города. Правоство Стали должно было открыть свое новое отделение в Аризоне, но не связанное с тем, что было в 2667 году. Отделение Ван Бюрен принципиально должно было быть основано потомка Максона и располагаться в бункере Максона. Основным конфликтом, связанным с Братством НКР, должна была стать война этих двух фракций за дамбу Гувера, которая в итоге перекочевала в Fallout New Vegas, только вместо Братства с НКР стал воевать легион. Также у Братства должен был произойти раскол и должна была образоваться новая фракция — Круг Стали, состоящая из паладинов и рыцарей, которые подсели на использование стелс-боев, сводивших их с ума. Fallout New Vegas, Круг Стали — это аналог службы внутренней безопасности организаций. Также у НКР должен был быть шахтерский поселок Бурхам Спрингс, который должен был взлететь на воздух, когда армия НКР случайно взорвала припасенные под поселком пороховые запасы преследуемые ею банды подрывников. Ввиду реакции каких-то подземных газов и радиоактивного ураниума, регион должен был стать горящим пустырем с мутировавшими змееподобными мутантами, получившимися из перекореженных людей. Возможно, идею для Дивайда взяли из этого концепта. Еще НКР должен был найти Болдер Дом — огромный исследовательский центр, который, судя по всему, стал прообразом Биг Маунтейн. Туда безумный ученый Преспер должен был отправлять студентов из университета НКР, в которых видел последователей своих притязаний на испепеление мира. Если получал отказ присоединиться, то там же в центре их замораживал. Прибывшая туда группа ученых и студентов в 2253 году пока не в курсе о планах Преспера, но уже вступили в конфликт с подсевшими на Рад-Х солдатами из группы сопровождения, которых пришлось оставить в пустоши, заперев гермоворота. Таким образом, снаружи у дверей голодные и злые наркоманы-военные. Внутри — голодные и безоружные ученые. Ко всему прочему, к Болдер Дому пришли голодные и злые шакалы. Также у НКР должен был быть Форт Арадеш, где-то на полпути в Денвер. Учитывая, что теперь эта часть лора Ван Бюрен в жестком контракт с Каноном, мы игнорируем продвижение НКР на восток и забываем про Бурхам Спрингс, Старателей в Денвере, Болдер Дом, Форт Арадеш, Дамбу Гувера и Тюрьму Тибетс, а также Братство Стали в бункере Максона. Форт Арадеш появится чуть позже и в контексте захвата НКР пустоши Мохаве, а Тюрьма Тибетс, находящаяся у Нью-Рина, будет упомянута в Fallout New California. Также мы проигнорируем город Джериха, который в какой-то момент должен был быть введенным, как альтернатива вырезанному Нью Кэнону, когда в процессе разработки игры возникли проблемы с финансированием. Ну и разумеется, мы не будем учитывать основную сюжетную линию Ван Бюрен по понятным причинам. Помимо той части лора Ван Бюрен, которая не противоречит Канону, мы также затронем частично экспозицию упомянутых Fallout New California и Fallout New Vegas. В рамках этого эпизода мы не будем подробно рассматривать события, произошедшие в пустошах Нью-Мексико и Сонора до 2170 года, так как о них уже рассказано в эпизодах, посвященных Fallout Sonora и Fallout 1.5. Поэтому я рекомендую с ними ознакомиться, если их еще не смотрели. А, да, и лор, связанный с ранней историей Сионского каньона, мы также оставим для эпизода, посвященного Fallout New Vegas. Фух, итак, 23 октября 1977 года произошла Великая Война. Регион начнем смотреть с убежищ Валтек. На юге пустоши Колорадо, в горах Сан-Хуан, в городе Саус-Форк, располагается убежище 29. В рамках эксперимента туда были заселены дети, а их родители устранены и переработаны в пищу, согласно Fallout New California. Версии Ван Бюрен все несколько мягче, их по ошибке отправили в другие убежища. Как бы то ни было, дети остались одни. Обязанность по воспитанию детей должна была взять на себя Диана, отцифрованная довоенная ученая, загрузившая свой разум в компьютер. В городе Гранд Джанкшн находилось убежище 30, его экспериментом было заселение жителями, возраст которых не ниже 40 лет. Начнем смотреть истории регионов Колорадо и Юта с 1977 по 198 год. В 1977-й, когда случилась война, группа солдат армии США под лидерством Джона Блоха оказалась отрезана от внешнего мира в Гранд Каньоне. Им было некуда идти, но нужно было выживать. Они не знали, как выращивать еду, но зато у них было оружие, с помощью которого еду можно было по крайней мере отжать. Они начали рейдерить другие новообразования поселенцев. Однажды рейдеры Блоха наткнулись на поселение фермеров, но те в свою очередь предложили платить мзду, дабы их не трогали и даже защищали других рейдеров. Но так как особо нигде больше нечего было покупать, они эту же мзду обменивали обратно на припасы. В конце концов две группы слились в одну. Юные члены фермерского сообщества желали исследовать пустоши, а старые рейдеры уйти на пенсию курить трубку в кресле-качалке на крыльце, присматривая за броминами. Однажды они повстречали племя индейцев, которые покинули установленные правительством США резервации. Мы можем предположить, что племенем этим были Блэкфуты. Вновь две группы людей объединились и смешались. Индейцы получили доступ к более высоким технологиям, а поселенцы к знаниям о пустошах и более примитивным, но эффективным технологиям для выживания в условиях постъядерного мира. Будем считать, что с этого момента фракция стала называться Блэкфуты. В неопределенный момент времени деревня племени Блэкфут сгорела, и они были вынуждены передислоцироваться и вернуться к грабежам и набегам, так как потеряли скот и пассивные. В окрестностях Гранд Каньона возникают племена Кайбабов, Риджеров и Фридонцев в городе Фридония. В Колорадо, в национальном парке Мертвая лошадь, на границе с пустошью Каньон Лэнс, появляется племя Мертвые лошади, состоящее из смеси туристов разных национальностей. В них было поселение вершины Мертвой лошади. Шли годы, а дети в убежище 29 росли. Диана отправляла периодически роботов наружу, чтобы они строили деревню, которая смогла бы принять своих новых жителей, когда двери убежища будут открыты. Исход произошел в 90-м году, а среди вышедших на поверхность людей был и небезызвестный Гарольд, который примет участие в экспедиции в Марипозу в 2102 году. Остальные жители переселились в построенную Дианой деревню Твин Мазерс. С годами деревня скатывается в племя со своей религией, центральным божеством в котором была Диана, ведь она принесла их в этот мир. Самообежище становится заброшенным, а все еще активная Диана препятствует попаданию туда как скитальцев, так и членов племени. Через 20 лет после пожара в деревне страшная болезнь поразила племя Блэкфуд, которая начала выкашивать молодое поколение. Тогда племени пришлось помимо скота похищать еще и детей у других племен, чтобы восстанавливать свою популяцию. Улегшись этим, они стали также похищать людей и в общем перешли к работорговле. К этому времени они уже давно потеряли все оружие и понимание технологий и окончательно скатились к состоянию примитивного племени. Теперь подключим к анализу Лора еще и регионы Нью-Мексико, Сонора и Медвестерн. Согласно одной из концовок Соноры, жестянщики Тусана были уничтожены. Однако после этого Тусан был заселен заново. Об этом говорит история Гули Раули Тихады, который жил в городе аж 75 лет до прихода Легиона. Так что получается до 2085 года город вновь стал активным. Одним из главных антагонистов Fallout Frontier является Тиберис Ранкор, шпион Легиона в стане НКР. Про его прошлое известно только то, что ему было 16 лет, когда его племя поглотил Легион, после чего он несколько лет мотался по пустоши, завел семью с ребенком, осел на ферме, далее его ферму разогравил все тот же Легион, а Джошуа Грэм позволил ему уступить в фракцию и начать карьерный путь в Форментарии. После чего его отправили в качестве шпиона внедриться в ряды рейнджеров НКР в 2271 году. А уже через 5 лет, в 76 он сыграл одну из ключевых ролей в операции Солнцепек, то бишь захват Гелиос-1. Не знаю, мне просто кажется, что Солнцепек звучит намного круче, чем Солнечный луч. В планируемом, но отмененном переиздании Фронтира, разработчики собирались слегка карикатурного злодея Ранкора заменить на персонажа Конрада, для которого расширили экспозицию. В частности, было уточнено название и локация его племени. Речные ходоки, живущие у довоенного поселения Гиллабенд, которое, согласно Флауценора, было вторично заселено и погибло до 167 года. Однако, в том же самом концепте утверждается, что персонаж должен был родиться в 2051 году, а значит, за 4 года своей жизни он успел и побывать в бегах, и родить сына, и обзавестись фермой, и взобраться по карьерной лестнице аж до позиции Фроментария, что, конечно, смешно. Я потратил несколько часов точно на детективную работу, ибо с учетом уточнения локации племени и приблизительной даты его гибели, которая завязана на возрасте и жизненном пути Ранкора, меняется скорость продвижения Легиона на юг и захват территорий вокруг Феникса. Но мы к этому вернемся в одном из следующих эпизодов, там это будет очень важно. Но что нам нужно знать сейчас, это то, что племя речной ходоки в Гиллабенд появилось до 2238 года. До 2242 года убежище 47 в Сахуарите распечатывается, его жители получают возможность свободно из него выходить. Убежище покидает Кевин Росман, который переселяется в убежище 18, что в Кахонпассе. Кто такой Кевин Росман, а также и об убежище 18 и Кахонпассе, мы подробно поговорим в эпизоде, посвященном региону Фоллаут Нью-Калифорния. На побережье реки Колорадо, недалеко от Буллхэт-Сити, со стороны пустыши Соноры, появляется племя косоплетов, поселение Драйвэлс. Отличительная особенность племени заключалась в их дредах, которые они заплетали и украшали в соответствии со своей персональной историей и победами, наполняя их символизмом. 20 апреля 2245 года убежище 20 в Тусоне погибает, возможно, ввиду окончания эксперимента с неким отравляющим веществом. В 2246 году Эдвард Селлоу и Билл Калхоун, двое миссионеров-последователей апокалипсиса, отправились изучать диалекты племен, живущих в Гранд-Каньоне. Во время своего путешествия они встретили мормона Джошуа Грэма из Нью-Кэнона, который знал несколько местных племенных языков. Однако ошибки в переводе и ответах во время общения с Блэкфутами привели к тому, что веселую троицу пленили. Блэкфуты вели войну одновременно с семью другими племенами. Настолько их все ненавидят. Тем не менее, в интересах пленников была победа Блэкфутов, так как иначе они и сами могли бы попасть под горячую руку воинствующих оппонентов. Эдвард, недавно прочитавший историю Дряньего Рима в книге и вдохновившийся их культурой, военным делом и политикой, научил Блэкфутов искусству войны. По крайней мере, тем навыкам и тактикам, благодаря которым они смогли разбить остальные племена. Первыми пала племя Риджерс, которая отказалась сдаваться. За это Блэкфуты под командованием Эдварда убили всех без исключения. Следующими в очереди были Кайбабы, которым на премьере Риджерс показали, что с ними будет, если они не сдадутся и не ассимилируются. Кайбабы были вынуждены присоединиться к Блэкфутам. Далее пала племя Фредонцев, а после и оставшиеся четыре племени, названия которых были стерты из летописи. Таким образом, к 2247 году в Гранд Каньоне появился конгломерат племен. Эдвард Селус умел воссоздать Римскую империю, о которой грезил. Себя он назвал Цезарем, а свою фракцию — Легионом Цезаря. В течение следующих 30 лет Легион будет заниматься планомерным захватом территорий, порабощением и поглощением поселений и племен, заставляя их оттрекаться от своей культуры и переодеваться в оранжевые латы. Резервация к 2251 году уже сбросила оковы изоляции и организовала небольшую торговлю за пределами Лос-Аламос. Выход в резервацию все еще был закрыт, хотя особо никто из людей не рвался и те облучатся в ее недрах. Мод Salt Lake Stories оказывает нам большую услугу, внося дополнительную экспозицию для резервации. Так, согласно моду, гули в резервации все еще продолжают разработку оружия массового поражения, а также проводят другие связанные исследования, так как считали себя более совершенной расой. Но нельзя же претендовать на статус высшей расы без возможности самовоспроизведения. Виллом Кларк, будучи параноиком и безумцем, был одержим идеей зачатия и рождения маленьких спиногрызов. Зато они смогут сэкономить на хэллоуинских костюмах. Дети пустоши погрузились в эксперименты и в качестве подопытных использовали похищенные из пустоши женщины. Они их пытали и, очевидно, насиловали в попытках родить настоящего живого гуля. И у них это получилось. Правда, воспроизвести результат практически не удавалось. После исхода Волтеров до 2137 года из убежища 53, что в Альбокерке, гулии Майки и Кайл Грин поселились в резервации. Поселению очень пригодились их инженерные навыки, а Майки вообще стал полковником и руководителем их службы охраны. В 2251 году или около того, группа гулии, во главе которой стояли как раз Майки, Кайл и парочка других, устроила бунт, выступив против Кларка. Наблюдая за бесчеловечными попытками родить людей, братья Грины в конце концов не выдержали и признали сами себе, что это зашло слишком далеко. Они помнили, что когда-то и сами были людьми. Без драки не обошлось, но группа смогла выбраться и покинуть резервацию, уйдя в пустошь Соленого озера и основав там свое новое поселение. О нем мы поговорим в эпизоде, посвященном непосредственно Солт-Лейку. Вообще, персонаж по имени полковник Грин должен был появиться в Анбюрен, причем он находился в Аполле у Кларка, так что мод Солт-Лейк-Сторис получает от меня дополнительные очки за внедрение канувших в лету концептов. Хоть старатели НКР в Денвере не учитываются, можно все равно принять во внимание так называемых злых старателей, бывших рейдеров, которые окопались в Денвере независимо от НКР. В городе они имеют свой лагерь. Летом 2252 года банда ржавых крюков окапывается на космодроме Блумфельд. Итак, что нам известно еще? До 2253 года в Колорадо появляется племя железные линии. Основой культуры железных линий является обожествление довоенной железной дороги. Долгое время они были кочевниками, путешествия по колеям, веря, что они переведут их в некий рай. В путешествия по железной дороге они в конце концов приходят в город Гранд Джанкшен, в железнодорожном депо которого присутствовал так называемый железнодорожный поворотный круг, который по представлению племени и был тем самым сакральным местом. Своё новое поселение они назвали Круговым перекрестком. Где-то в районе Резервации кочевало племя Скайвен Пиккерс, ну, что-то вроде мусорщиков, которые по сути были одичавшими торчками Рад Икса, которые, видимо, в результате пораженных речевых функций создали свой бормочущий язык. В Доктауне, что представляет из себя руины Денвера и которая кишит собаками с утулами, словно тараканами, живет племя Хэнд Докс. Где-то в окрестностях города живет племя Лорды Псов. В основе культуры обоих племен находится почитание четвероногих друзей, использование их как основного ресурса для всего. Они их разводят, едят, используют шкуры, дрессируют. Проще говоря, племена собаководов. В Санории появляются племена Лающие Шкуры, Каштаны в одноименном городе Бакай, безымянное племя Адама Харисиона и Крашеный Камень. Свирепость воинов Крашеного Камня стала известна далеко за пределами Пустоши, и рейнджеры Энкер в будущем даже смогут их определять среди ветеранов-легионеров. Также где-то там появляется племя Реки Близнецы, а на севере Юты появляются племена Солнечных Собачек, Дегтевых Ходоков и Безумных Врагов. После гибели очередного племени от Клинков Легиона до 2253 года представительница этого племени создает себе в Колорадо новое племя – Дочери Хекаты. У этого племени есть своя религия, в центре которой находится Создательница Племени, как некое полубожество. Она ходила по другим племенам, распространяя свое влияние, поражая всех своими шаманскими трюками. Ее боялись и верили, что она обладает силой вызвать болезни и дарить жизни. В конце концов, вокруг нее стали образовываться вассальные племена, в которых новых членов племени рожали представительницы дочерей в закрытых тентах. Здоровых младенцев увозили в поселение Хекады Ураборос, и их подменяли слабыми детьми, которых и оставляли племенам. По задумке, с поколением племена должны были ослабнуть, а Хекаты, наоборот, стали значительно сильнее. Хеката хотела, словно Цезарь, очистить регион от других племен, забрав себе, условно, их силу в лице будущего крепкого здоровьем поколения. У них в подчинении есть племя, живущая в Ураборосе и состоящее из одних мужчин, гончие Хекаты. В оригинале Ван Бюрен Хеката была представителем косоплетов, но так как они по канону Флаут Нью-Вегас вообще на границе с Мохавы и уничтожены были ближе к 77-му, будем считать, что Хеката была представителем другого беззменного племени. Концептуально план Хекаты, да и вся ее экспозиция не выдерживает критики. Даже если представить, что по лору Ван Бюрен первоначальное племя косоплетов погибло еще в 2247, то как ни крути, за 6 лет никаких серьезных успехов с подменой младенцев бы достичь не удалось. Я даже сомневаюсь, что племя, созданное с нуля, смогло бы так быстро развиться и обзавестись фассальными племенами. Я бы не хотел их вырезать из нарратива, так как пока что нет слишком критичного конфликта с другим лором. Так как мы вычеркнули присутствие НКР на территории четырех штатов, мы игнорируем основной конфликт в Ван Бюрен, побег из тюрьмы Тибетс, войну НКР и братства Стализа Дамбу Гувера и полет заключенного на космическую станцию, что произошло в 2253 году. Однако, можно принять историю, связанную с племенем Твин Мазерс. На запретной земле, что находится перед убежищем 29, обосновалась банда Укус Скорпиона, которая периодически нападала на племя. Учитывая, что Твин Мазерс прожили достаточно долго, чтобы быть уничтоженными через пару десятков лет с Цезарем, и не учитывая влияние протагониста Ван Бюрен, можем считать, что Твин Мазерс ополчились и дали отпор банде, разбив ее. Также можно считать, что в лагере Злых Старателей в Денвере был уничтожен стой собак, которую, возможно, а почему бы нет, спустили на них хенд-доги. К 2255 году Легион сделал большой прорыв в Аризону и захватил Флагстафф, сделав его своей столицей. Возможно, кто-то там жил после колониста Феникса и до прихода Цезаря, но пока что это неизвестно. Раз Цезарь уже захватил Флагстафф, значит, он как минимум расправился с ржавыми крюками в Блумфельде, который был по пути их экспансии. Возможно, именно захватом Флагстаффа Легион Цезаря и скачущей банды римских пехотинцев превращается в настоящее государство со всеми ему присущими административными институтами. Первоначальное пассеяние Легиона в Гранд Каньоне скорее всего будет оставлено. Захват Флагстаффа в 2255 году и установление в ней столиц нового государства отличный временной разграничитель двух исторических эпох. В следующий раз мы разберем подробно лор Флотни Калифорнии, с сеттингом которого стал субрегион Кахон Пасс, превратившийся в горячую точку в 2260 году, когда в противостоянии слеснулись остатки Анклава, остатки Юнити, НКР, Альянс Рейдеров и скауты Убежища 18. Не забудьте поддержать ролик лайком, подпиской, комментарием. А на сегодня все. Следите за скалами и каньонами, в которых могут прятаться дикари. Тогда мы вновь с вами встретимся в Пустоши, скитальцы. Конец голозаписи.